Есть город Ложатся там хмары на снежные горы Там в бурю сквозь бары проходят поморы И снится мне вешка, снегов поваляшка И с волчьей побежкой собачья упряжка И снится мне вешка, снегов поваляшка И с волчьей побежкой собачья упряжка И сердце, лаская отвагой мужскую Дорога уходит в открытое море Дорога уходит в открытое море Здравствуйте, друзья, добрый день Огромный вам привет из города Североморск Прямо за мной находится Кольский залив Это акватория яхт-клуба Калипсо Куда меня пригласил в гости создатель Вот этой замечательной яхточки Которая называется «Конек» Игорь Логинов Мы с ним должны сегодня встретиться Он расскажет о своих планах О том, как он построил эту лодку Он меня, собственно, пригласил сюда в гости Он управляет со сыном в большое путешествие И вот я дожидаюсь его Сегодня он стартует Мы пройдем немножечко вместе И он расскажет о своих планах И вообще о том, как он дошел До создания вот этой замечательной лодочки То есть вот так вот мы стоим втроем Я подвязался к коньку Вот моя лодка А вот рядом еще стоит 520-й ротан Здесь вообще очень много ротанов Я пока ходил по яхт-клубу Насчитал штуки три точно Вот это вот четвертый 520-й Причем у него моторчик какой-то небольшой Надо будет посмотреть попозже Я на Кольском полуострове Второй раз после предыдущего путешествия Большого И вы не поверите Снова стоит какая-то ужасная жара Мне кажется, даже еще больше Нежели было в прошлый раз Вчера в Мурманске был 31 градус тепла А вчера это 6 июля Сегодня 7 июля Старт Игоря То есть тут где-то дня 3-4 Стоит жарища такая Около 30-ненько А вот по соседству стоит еще одна яхточка Вот такая вот интересная Вообще, конечно, тут очень мало яхт По крайней мере, вот здесь, в этом заливе В основном у людей моторные катера В основном люди рыбачат, возят рыбаков Проходит какое-то большое судно Там по фарватеру Мы находимся в заливе Точнее, как бы в глубине большой Губа Ваинга, кстати Вот, здесь падает река Ваинга Совсем забыл об этом сказать Вот этот вот похож на танкер Проходит по фарватеру Кольского залива Вот это вот судно С Игорем и Александром Логиновыми Я встретился накануне вечером Который был полон суеты и хлопот Предстартовые сборы Установка мачты Ранговатые парусов На раннее утро намечен старт Поэтому общение и разговоры Решили перенести на следующий день А это видео пусть останется Для передачи, так сказать Душевной атмосферы Теплого летнего вечера Который не так часто Случается в Заполярье Стоит ли говорить Что мы сразу же нашли общий язык И стали общаться Как хорошие старые приятели Вот так любимое море Объединяет людей На берегу проходят сборы Сборы и проводы одновременно Игорь провожает семейство Друзья Все, ребята, отчаливают Привет Привет Ну мы как обычно Все нормально Заходи Ну как Сборы прошли успешно И проводы Прошли успешно Проводы еще не прошли Корреспондент местного ТАСа Мы его можно тебе привезем Вон тебе пару вопросов Да пожалуйста Да Очень интересуется Да Без проблем Доброе утро, кстати Доброе, доброе Я вот все смотрю Шприт будет Гик Будет задевать удочку Или не будет Ну где-то на грани А что он сказал по рации Подежурить Он предложил, да Подежурить Это значит, что надо Чуть-чуть подождать Он сверится со списком С пограничным Все ли в порядке Есть ли мы такие Можно ли нам отсюда идти Все, расстыковываемся Расстыковываемся Да Вот Свифт за нами Потихоньку идет Сейчас, Лев Под мотором Чуть-чуть выйдем На простор Там приподнимем Парусишку Вот Олег, ну ты Ты же быстрый В одномоторник Вот Лев высадишь потом Да, да, да Хорошо, конечно Полноценная фотосессия Профессиональная Надо Сейчас, сейчас, сейчас Сейчас Ага Прошла Пресса провожает Да, провожает С прессой, с музыкой Со Слоянкой Последняя фотография Ты же не летчик Что-то там Выходим из губы Ваенга Слева по борту Североморск Североморск До свидания Саня 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 Хорошо идем Все отлично Да Все хорошо Чуть-чуть Можно обойти Вперед Фотосессия Окончена Я доставил на берег Льва Федосеева Между прочим Фоторедакторы газеты Мурманский Вестник И корреспондента Фотохроники ТАС Возвращаюсь обратно И догоняю конька Около острова Сальний Я догнал ребят Сейчас мы Попробуем пристыковаться Немножечку Наконец пообщаться Я привязался к коньку У нас Есть легкий ветерочек Конечно слабенький Нас тащит Плюс еще Игорь говорит Здесь течение Примерно Два узла Ну полтора Наверное точно есть Может и два Полтора-два узла И Мотор заглушил Тишина Под парусом В общем Достаточно Тоже здорово Главное бесплатно Да Главное бесплатно Но все-таки Если не очень далеко Пока это вот хорошо Все Я перебрался К ребятам Теперь мы едем Втроем На коньке Выключили моторы Идем Полностью Под парусом Он у нас Мурманск трафик вызывает Да Мурманск трафик Я втро конек Прием Я втро Я втро Я втро Восхотю, я в Токанюк. Прошу повторить. Я в Токанюк. Вопросите мне, где проходите? Прошли сальный. Следуем на север, на выход из-за лева. Прием. Я в Токанюк. Я вас тут понял. Заброс. Вопрос. Наверное, работает. Вас понял. Спасибо. Кто там работает на линии? Да, я сномерный. Ну, какой-нибудь по границе скорость проверяет свою. Ну, или мотор, может быть, членит. Или, может, еще что-то. То есть, надо измерить максимальную скорость. Расскажи просто, как родилась вообще идея? Почему ты решила построить? С чего все началось? Детская мечта. Детская мечта построить лодочку. Вот. Появилась возможность, в виде помещенца небольшого, в Мурманске, в строительстве лодки, самое главное, это отапливаемое помещение. Потому что эбоксидная смола, она любит тепло. Вот. И в комнате ангаре нельзя строить. То есть, нужно, чтобы тепло было. Вот. Появилось помещение, и я в этом помещении построил шверботик небольшой. Угу. По проекту Радослава Ворешка. Польский проектик. Интересный очень кораблик. Очень легко строился. Очень хорошо ходит. Там рейковое парусное вооружение простейшее. Вот. Для начала самое то, что надо. Вот. Но на этой маленькой лодочке мы не смогли ходить по Кольскому заливу. Вот. Вы ходили буквально за остров Сальни. Здесь начиналась волна встречная. Вот. А там кокпит не самоотливной. То есть, у нас даже заливало? Нет. Нас не заливало, но мы очень этого боялись. Очень боялись. Ну и... Очень было смешно, когда дождь пошел. Да. Вот. Заливало ее дождем. дождем за этим. Волнами нет. Вот. Ну и решили, что так не гоже. Надо обязательно нам что-нибудь с самоотливным кокпитом. Вот. А я люблю старинные лодки. Люблю очень гафельное парусное вооружение. Да. Прямо без ума от этого всего. Вот. И связался с французским дизайнером. Франсуа Вивиен. А как ты его нашел? У него... А у него сайт очень хороший. И в мире лодкостроители это известная очень личность. А его проекты позволяют по очень простой технологии из фанеры делать лодки, которые внешне выглядят как старые лодки. все так круглостые такие обводы. Такая вот настоящая лодка. И по-моему кроме него таких проектов наверное даже я бы на всяком случае не знаю кто бы еще такие делал. Такое чтобы old style и простое изготовление фанерное. Потому что дерева у нас нету. Купить рейку на корпус практически невозможно. даже с коньком был прецедент. Нам понадобилась пара дощечек чтобы стрингеры сделать. Это такие продольные ребра жесткости на наборе. нужны были 6-ти метровые рейки 20 на 20 миллиметров в сечении. Вот эти рейки я полгода искал. Не за деньги. Ну рейки должны быть без сучков. 6 метров сосна и без сучков. Ровненькие. В результате нашел я их в лаборатории исторического судостроения Петрозаводского университета. Да. Тарас Николаевич Типко там командир. Вот он сжалился надо мной и снял доску со своего ботика Петра Первого. Нарезал ее и вот так вот стрингера у конька появились. но это я все к тому что строить что-то деревянное довольно сложно. Потому что ведь у вас в основном в Североморске очень много рыбаков у всех скоростные. Лодки, катера а ты как-то пошел другим путем. Ну меня промысел как таковой не особо увлекает и хочется путешествовать. А путешествовать это надо что-то либо очень большое дорогое мощное с большим количеством топлива. Мощным мотором и так далее. Либо что-то мореходное и парусное. Иначе ну вот Олег как ты путешествуешь это ты наверное такой единственный чтобы сколько там литров 200 наверное 300 но было нет было где-то 250 250 литров надувная лодка это конечно мое почтение снимаю шлепу. Лодка не деревянная фанерная это вот ключевая особенность конька. Вторая ключевая особенность почему именно Франсуа Вивье почему французский дизайн лодки это лодка Бискайского залива то есть она при ее маленьких размерах достаточно мореходная вот она хорошо убегает от волны она хорошо встречает волну то есть она это старая рыбацкая лодка французская Бискайского залива вот хорошо держит волну и умеет выбрасываться на осушку вот ну то что таким красивым словом литерально называется для нас это актуально потому что что-то поправить инфраструктура яхтенная не очень здесь на севере да и я думаю что на юге у нас тоже так себе вот под Питером может там что-то есть таких хороших яхтенных марин поискать а хороших недорогих яхтенных марин держи скреперс ты говоришь можно встать на сушку а тут же монокиль монокиль да длинный осадка полный осадка около метра там в зависимости от загрузки проектная 80 сантиметров но 80 сантиметров это надо практически пустын идти я тут по сторонам оглядываюсь потому что навигационная обстановка по судовому ходу идем под парусом нам конечно все уступать должны но не все будут поэтому очень внимательно смотрим по сторонам вот так вот особенностью этой лодки вот тут они видны ноги у конька есть ноги они крепятся вот эти вот опоры да вот эти вот опоры они сейчас там привязаны они крепятся к корпусу выдвигаются вот и когда лодка когда вода уходит вот лодка становится на киль и на одну из опор на какую там бог пошлет на ту опору и встанет и очень устойчиво так стоит то есть ее можно обслуживать можно перемещаться по ней спокойно ночевать в ней при этом можно вот мы кстати эту особенность может быть испытаем потому что по дороге будут места с большими приливами отливами и мелкими бухтами и если будет не очень хорошая погода то возможно мы вот так попробуем выброситься пробовали так ставить уже опыт такой есть мы же когда поднимаем лодку и когда спускаем мы таким образом спускаем нас выгружает кран на литураль на сушку и мы ждем просто прилива у нас прилив поднимает мы уходим вот ну и поднимаемся так же то есть и дожидаемся когда прилив там поинтереснее вот заходим как можем зайти становимся на якорь выдвигаем ноги вот вода уходит машина подъезжает прямо к нам погружает и поднимает нас в гараж ну поднимались там один раз всего пока скажи пожалуйста сколько у тебя ушло времени на постройку когда ты начал примерно когда закончил ой на постройку ушло примерно два года то есть мы в восемнадцатом году начали да Саш да в восемнадцатом году в декабре ну скорее даже январь девятнадцатого нет вру в семнадцатом в семнадцатом декабре январь восемнадцатого и на воду спустили в июле двадцатого года то есть получается ну чисто где-то два с половиной года ушло на постройку ну дело в том что самолет летает смещение аэродром рядом красивая тайна никакой не выдаем сейчас нет 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 я не думаю что это тайна я просто так пошутил тут все очень строго поган режим уведомлением тут надо обязательно заранее всех уведомить выйти ну да большое количество бумаг согласований но в целом нормально выйти можно два с половиной года ушло два с половиной года ну строилось как по вечерам я живу в Североморске я строил ее в Мурманске и строительство как вот работаю 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 минутка выдалась пришел досочку приклеил вот фанерку вырезал там кусочек стеклоткани наклеил вот конечно же можно значительно быстрее это все делать но вот так вот потихоньку не спеша за два с половиной года вот и то вот полгода вот точно полгода ушло на поиски вот этих вот досок для стрингеров потому что очень не хотелось сращивать хотелось цельную досточку цельную рейку и прямо проблема была огромная найти хорошую доску какая у нас скорость так скорость наша два узла ну сейчас практически ветер таскис он у нас по такселю можно посмотреть вот он бедный даже не знает определиться на какой борт не может не может определиться на какой борт поэтому вот так что вот ребята такие молодцы расскажи просто еще саш про ваши планы как родилась эта идея в общем идея экспедиции большого путешествия зародилась вместе с папиным желанием подстроить вот такую классную лодочку мы решили договориться с росмолодежью с русским географическим обществом и получили задание провести оценку загрязнений пляжей по пути экспедиции то есть у вас и цель позвонили в русское географическое общество сказали что мы у нас яхточка мы идем из Мурманска в Архангельск может что-нибудь надо они нам и говорят так вот найти вам методику будете штормовать будете сидеть в каких-то бухтах во всех бухтах есть берег есть пляжик вот по методике проверяйте проверьте загрязнение и нам результаты сообщите здорово Александр быстренько настрочил проект в росмолодежь вот этого путешествия и росмолодежь нам сказала да давайте идите идите а мы вам за бензин денег дадим здорово отлично так что в результате мы в прошлом году еще должны были это сделать но не получилось в прошлом году ковид один ковид другой дошли только до большого оленева дошли до большого оленева вот вернулись ну то есть вы уже эту лодку обкатали у вас уже представление о том как она ведет себя чего от нее ждать в принципе уже есть да ну более-менее более-менее в прошлом экспедиции мы были втроем и теперь мы вдвоем это большое различие вот да ходили-то не мы тут конечно надо тренироваться и тренироваться еще и мореходы так себе вот мы очень осторожные мореходы поэтому вот выбрали хорошее очень окошко погодное вот и будем если что прятаться от непогоды а какие у вас примерно сроки вы планируете достичь Архангельска через сколько ой ну мы планируем достичь Архангельска да мы планируем достичь Архангельска со сроками я не готов потому что как погода будет какие ветра что там в горле будет в горле Белого моря течение быстрее чем скорость пиковая максимальная конька там есть места где течение быстрее чем лодка идти может контровое течение больше пяти узлов да там до семи узлов течения то есть вот как этот участок мы пройдем то есть не все понятно вот много чего совсем непонятно ну мы упертые набрали 200 литров бензина для парусной лодки такого размера это такое количество очень небольшое совершенно непонятное даже количество ну если что будем моторить очень много мощный якорь взяли то есть чтобы была возможность на якоре пережидать вот эти вот приливные течения вот там как мы идем с севера на юг то есть нас прилив нас заносит в Белое море отлив нас выносит из Белого моря и нужно как-то искать места какие-то цепляться якорем пережидать отлив и с приливом продолжать движение вот все эти факторы они не позволяют рассчитать хоть сколько любых приблизительно даже у нас есть одно мероприятие в котором нас пригласили поучаствовать в городе Архангельске будет карбасная регата 17-18 июля там ребята построили несколько карбасов по старинным чертежам Евгений Шкаруба да да Евгений Шкаруба я с ним когда-то на Славках вместе пересекались работали можно сказать вместе вот это да привет передам для него как-то строили инсталляцию он кузнецом там работал в монастыре зарабатывал и параллельно занимался творчеством писал картины мы на побережье мы тогда я был в плотницкой бригаде на Славках и мы ему построили такой корабль и в нем он сделал выставку своих работ да это было в 90 не соврать в 98 году вот ужас вот ну а сейчас он организует карбасную регату и мы ну можно сказать напросились что а можно мы рядышком постоим участвовать то конечно не будем но хоть рядом постоять с вашими старинными замечательными лодками мне кажется ваша лодка будет достойным украшением регаты в принципе ну она все таки не карбас конечно но рядом постоять обозначится что вот Мурманская область Североморск тоже представлена если не погода какая случается вы примерно какой максимальный ветер на ней попадали ну какие-то границы попадали мы тут у нас на Баренцевом море не сколько сила ветра сколько направления вот мы попадали в южный ветер и 15 метров в секунду и в общем-то коньку хоть бы что нормально он очень хорошо держит но северный ветер 15 метров в секунду принесет волну волна может быть 4 метра 5 метров 6 метров высотой вот если она такая длинная это как бы еще полбеды но она при сильном ветре срывается гребень и вот вот этого конек конечно очень тяжело переживет очень тяжело вот поэтому мы отслеживаем в первую очередь не сколько силу сколько направления ветра то есть южный восточные западные ветра это вот наша ходовая погода северный ветер и даже смотреть особо не будем там на силу ветра мы прячемся вот мы прячемся пользуемся вот этими грипп файлами грипп сервисами ну вот сейчас у нас есть погода как бы на 8 дней ну реально на 3 конечно же то есть более-менее точно на 3 по крайней мере направления ветра можно учитывать вот вот это позволит нам дойти я надеюсь до островного вот в островном там мы должны в зону 3G попасть и скачать еще один грипп файлик вот это даст нам еще несколько дней прогноза погоды вот ну и с этим прогнозом нам надо как-то очутиться на зимнем берегу вот не знаю или в ручьях или золотице может быть даже ну в ручьях в ручьях скорее всего вот там встать ну и там я думаю что там есть какие-то погодные у них информация у кого-нибудь в ручьях есть интернет в ручьях есть интернет значит нам в ручьях в ручьях есть точный интернет и я даже вам могу сказать к сожалению сейчас забыл фамилию а вконтакте можно прислать да да я вам могу прислать там вот замечательных людей которых я нашел приют как раз которых я ночевал в ручьях ну тогда Сашка нам в ручьи а это где нам в ручьи это уже зимний берег это уже архангельская область для этого нам надо пересечь горло погода вот сейчас у нас конечно такая вообще не северная погода чуть ли не под 30 градусов полное отсутствие ветра но я не думаю что это проблится долго я думаю что в лучшем случае мы с такой погодой еще день протянем а потом начнется наша морость хмурь 10 градусов в лучшем случае и дождь 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 так что Сашка будем с тобой грязные мокрые уставшие вот и ручьи нам приют в ручьях нам очень не помешает а где ты получил парусный опыт вообще такой яхтинный у вас здесь что-то есть какие-то специалисты ну самый первый опыт я получил в североморском яхтлубе еще советский союз был яхтлуб северного флота вот и я там юмгой ходил ну походил походил немножечко яхта вега такая была крейсер польская деревянная тоже большая красивая вот потом я с парусами как-то так вот завязал совсем и опыта больше не было никакого да и тот забылся вот прямо до тех пор пока я не построил швербот свой первый то есть это где-то 16-17 год вот там было рейковое парусное вооружение очень простое очень вот всем рекомендую хотите начать ходить под парусом нету опыта нету возможности как-то учиться ну на каких-то курсах мало ли это может какой-нибудь там отдаленный населенный пункт рядом нету никаких секций строите лодку строите лодку с рейковым парусным вооружением это безопасно очень удобно и азы парусного мастерства можно очень легко и просто самостоятельно освоить вот ну а потом чтобы на конька же нужно права было получить на право управления вот а в нашей классификации в российской конек это парусно-моторное судно с моторным то никаких проблем а вот с парусным серьезные проблемы то есть тут сам гимс не экзамены не проводят на парус им нужна какая-то корочка или федерации парусного спорта россии или какая-нибудь зарубежная ну вот я воспользовался курсами айвайти канадская канадские курсы в сочи 10 дней отходил на яхте получил эту корочку канадскую вот и вот на основании этой корочки мне открыли парусную категорию у тебя прям все по-настоящему все парусная категория открыта да да конечно иначе куда не выпустят же игорь а скорее пожалуйста озвучь мы про осадку вроде бы выяснили что осадка метр около метра длина ширина габарита конька 5 метров 60 сантиметров без бушприта 7,20 с бушпритом вот ширина 2,20 вот около тонны весят вот ну это пустое водоизмещение когда она так слегка загружена не экспедиционный вариант вот какая у вас примерно скорость крейсерская под мотором ну тут мы всегда упираемся в водоизмещающий режим это число фруда то есть тут через него не перепрыгнешь вот и чтобы не насиловать ничего то есть у нас пять с половиной узлов потолок километр в час если перевести около 10 километров сейчас чуть меньше 10 около 10 а если под парусом и хороший ветер такой средний ну такой нормальный ну примерно то же самое ну может может 6 вот лодка такая очень скромная то есть это не спортивная лодка она не для достижения каких-то высоких скоростей не для не может ходить круто к ветру то есть ей нужен более-менее попутный ветер вот галстами против ветра мы идти можем конечно но это 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 не шлюп современный не очень хорошо будет получаться скорость будет небольшая вот ну что еще о габаритах сказать в принципе все нормально в принципе наверное ну вот площадь парусности 23 метра достаточно большая парусность для такого размера а почему ты решил и стакси или второй вот как называется кливер кливер почему это же сложно вроде такая конструкция достаточно усложненная нет нет это не очень сложно паруса меньшего размера меньшие площади с ними проще управляться вот тем более что они у нас тут практически автоматически с борта на борт перебрасываются то есть не надо индивидуально с каждым парусом работать можно двумя шкотами сразу вот работать парой что-то случилось вот поэтому управление не сильно это усложняется не сильно понятно да и вообще кстати тут многие рассказывают что гафель это сложно гафель это неудобно трудно вот да нет я бы не сказал что там сильно сложнее чем со шлюпом управляться сейчас бродюнинским вооружением вот я могу сказать что со стороны вот виды будут очень выглядит просто потрясающе очень как-то красиво вот эта вот косая рейка наверху она просто придает конечно не то чтобы необычно раньше антураж такой старинный 19 век конец 19 века самое начало 20 форма паруса как там говорят самолет должен быть красивый и вот лодка тоже она конек красивая лодка точно что она удалась у вас я надеюсь посмотрим если когда дойдем до Архангельска тогда будет что рассказать вот что показать обязательно Олег свяжемся с тобой в общем ребята что можно сказать конечно же огромной удачи вам вот потому что думаю у вас будут сложности они чтобы желаем чтобы их преодолели вот спасибо достигли намеченной цели своей будем стараться будем стараться это будет долго непросто но очень хочется все таки довести этот проект до конца очень хочется ну все удачи вам ребят спасибо все у нас наступает время прощаться нам только что связался с нами диспетчер просит нас прижаться к левому берегу о том мы тут немножечко оказались по центру так что ребята продолжают путь я их покидаю еще раз желаем им удачи огромной вот ну я надеюсь до встречи до встречи все я пошел к себе пока пока ребят спасибо огромное за приглашение у вас вообще было здорово в Североморске мне понравилось и клуб у вас замечательный ну морской клуб Калипсо да это место очень интересно Виталий вот молодец очень интересное место вот кто хочет побывать в Североморске милости просим милости просим ну все пока удачи все я покидаю ребят мы попрощались ребята двигают дальше а я иду здесь по соседству в губу по моему среднюю милости просим к милости просим Я зашел в губу среднюю, губа средняя. Впереди там водопадик виднеется, вот в левой части. Попробую до него добраться. Иду по губе, здесь было одно время мелко очень, сейчас вроде поглубже. Очень не хочется на камушки ни на какие налететь. А впереди виднеется водопад. Класс! Такой замечательный водопад в губе средняя. Меня сносит ветром. Да, водопад очень красивый. Ура, мне очень повезло, я добрался до водопада. Я прошел вот по вот этой вот отмели, но тут уже на веслах. В общем, дошел прямо до самого водопада практически. Как обычно, привязал лодку, немножечко стравил ее на глубину, потому что идет отлив. Все, повторяюсь, опять иду смотреть водопад. Пока лодка не обсохла, думаю, полчасика у меня есть. Вот этот водопад, прекрасный. Сейчас зайду поближе. Честно говоря, грешным делом у меня были сомнения, ехать сюда или не ехать к водопаду. Думаю, ну какой там водопад? Тут особо водопады небольшие. А на самом деле он такой, живописный очень, приятный водопад. Снова жара, и снова я иду практически не гляжи к водопаду. А в небе летают истребители. Кажется, идет на посадку шасси, выпущенное. Честное поездоч部. Честное поездочусство и взросло. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее я отправляюсь в соседнюю Гугу, Долгую Западную Заброшенный поселок Гранитный Бывшую базу торпедных и ракетных катеров Но об этом в следующей серии До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok